А вы сначала тогда подайте звуковой сигнал, чтобы вас водитель увидел. Вот так вот. Ага. Раз 2110, остановитесь на обочине. Лилиана Шагиева с детства мечтает стать сотрудником полиции. Тем более, что есть с кого брать пример. На службе трудятся ее двоюродный дед и дядя. Специфика работы девушку вовсе не пугает. Тем более, что Лилиана явно не из робкого десятка. Если что, сможет любому дать отпор. Я занимаюсь профессиональным кикбоксингом. И я считаю, что каждый сотрудник или человек, поступающий на службу, он должен понимать, с какими опасностями он может столкнуться. То, что работа с людьми – это всегда сложно. Люди бывают разные. Уже хочется выйти на службу, хочется исполнять долг перед Родиной. Сотрудники госавтоинспекции Самары провели экскурсию для студентов. Ребята смогли почувствовать себя настоящими инспекторами дорожной службы. Познакомились с устройством патрульной машины. Каждый автомобиль оснащен проблесковыми маячками. Они выполняют сразу несколько функций. Сообщают об угрозе, привлекают внимание водителей или требуют уступить дорогу. Также все машины умеют разговаривать. Звук сирены для уха человека малоприятный. Однако это верный знак. Нарушитель совсем близко. Также сотрудники ведомства рассказали ребятам о своих служебных обязанностях, напомнили о правилах соблюдения дорожного движения и показали, как устроен бронежилет. Конечность свободна, фиксируется. Здесь, соответственно, застегивается. Сюда магазин, наручники. Весит порядка 10 килограмм. Соответственно, табельное огнестрельное оружие. Это палка специальная. Полицейские уверены, такая работа с молодежью важна и нужна. Для студентов это бесценный опыт. Да и для ведомства только плюс. Со студентами поезжаем, беседуем, так сказать, проводим профалитационную работу. На моей памяти уже исчисляется в десятках кандидатов, которые пришли, оформились и уже сейчас служат на благо России и закону. Встреча прошла в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Продолжение следует...